Представьтесь, пожалуйста. Сергей Владимирович Тетенок, начальник отдела растеневодства департамента. Скажите, пожалуйста, конкурс, чем отличается этот? Как вы оцениваете, вот уже достаточно много выступило участников, как вы оцениваете уровень подготовки и вообще вот о призвищенном, пожалуйста. Значит, этот конкурс у нас уже традиционный, на котором мы, так сказать, тестируем умения наших пахарей, наших механизаторов. Он проводится в трех номинациях среди молодых специалистов до 45 лет, среди опытных специалистов старше 45 лет и студенты учебных заведений. Ну, конечно, студенты учебных заведений по подготовке своей, само собой, они отличаются, они несколько слабее, но тем не менее это причин, на котором он себя попробует, так сказать, и показать, и учиться более опытным профессионалам, скажем так. Студенты какие учебные заведения? Значит, у нас Костовский многопрофильный аграрный колледж, Гагаринский, 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 и очень нравится участвовать. Скажите, пожалуйста, а работодатели пристреливаются здесь, скажем так? Конечно, здесь очень много руководителей и хозяйств, конечно. Каждый работодатель привозит, как правило, своего лучшего механизатора, лучшего специалиста, но тем не менее есть и те работодатели, которые, скажем, те фермеры, которые не участвуют, работники которых не участвуют в этом конкурсе, тем не менее не могут посмотреть и сделать для себя какие-то выводы, может быть, на будущее кого-то и перетащить к себе. Хотя это, наверное, не очень надо приветствовать, потому что у нас не хватает кадров. А что лучший пахоть нынче получит? Ну, то, что получит лучший пахоть, пускай останется сюрпризом. Конечно, каждый победитель получит ценный приз, но главный приз, он будет концерт. Много уже отцоревновалось сейчас? Ну, у нас уже, наверное, половина уже, да. Сейчас можете уже сказать, есть ли какие-то явные фавориты, явные отстающие? Пока этого сказать не могу. А состав конкурсного жюри? А состав конкурсного жюри я напомнить не помню, он тоже у нас... Не, ну кто вот судит вообще? А судит кто? Представители департамента, представители Ростехнадзора. А что непосредственно на самих участках для Успашки? Специалисты работают... Значит, для работы департамента и представителей федеральной структуры Росфордкомиссии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова